всем привет 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 с нами наталья африкантова наталья резидент нашего акселератора вот уже месяц нами наталья почему мы с натальей потому что наталья самый крутой результат и он крутой не по объему выручки не по прибыли хотя по прибыли там прибыль сто процентов а по разнице с точки а до точки б мы пока не скажем вот в абсолютных цифрах но расскажем историю чем ты занималась до того как пришла к нам было ли ты в онлайн образовании твой первый опыт нет я никогда вообще не было онлайн образование и даже близко этим не занималась я занималась наукой когнитивными исследованиями ученый такой ботан нет ну почему сразу ботан далеко не все ученые ботаны когнитивистика это что когнитивистика это исследование работы познания когнитивистика когнитивистика когнитивная наука да это работа исследования работы мозга познавательных процессов память внимание мы там снимаем электроэнцефалограмму и порчи иногда тоже вот там проводим эксперименты на оборудование которые регистрируют движение глаз и так далее и тому подобное что-то сложно иметь внимание до онлайн образование вроде кажется сложнее но мне кажется нет 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 онлайн образование действительно ну мне казалось что она сложнее я на самом деле столкнулась с ним первый раз а я пришла на курс осознанного писательства к нам при поблизости скулы да 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 тогда помощь ош да да я пришла возле того чтобы научиться писать статьи то есть мне хотелось писать научно популярные статьи то что я там знала что мы хотела научиться писать легким языком рассказывать про когнитивистику для да 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 в основном как раз тогда вот и появилась идея того чтобы я занимаюсь для для ламеров ну да для родителей для за что я занимаюсь детским возрастом занимаюсь антогенезом это вот это развитие возрастное развитие да и мне вот ну как бы мне хотелось писать и я пришла вот собственно говоря в больше до возраста во фри поблизите тогда наверно я еще лекцию тоже сказать и да 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 я умею чуть писать я был экспертом подписать да и я собственно говоря прошла курс написала три статьи у меня все три статьи взяли вот первоначально на сайте этого мне предложили сотрудничать мне предложили я продолжала там потом для них писать и вот как то так все это вот ну не шатка не валка вот у меня двигалась пусть я там занималась это для того чтобы ты сейчас двигала как он ученый знаток вот темы комиссии стеки да ну да да и для этого тоже то есть у меня там вот на тот момент то есть там мысли о том что этим можно зарабатывать я не предполагала я не просто смирилась что ты будешь только пока профессором станешь начнешь зарабатывать а ну да я смирилась с тем что как бы я правильно понимаю что ты близко все ты у черниговской учишься ну я одна ее лабораторию науки они как чернигов сколько становится не зарабатывает или как но по-разному но скорее да чем нет по разному бывает но скорее да чем хорошо значит ты поучилась у нас и поняла что вот что-то прикольное делают ребята и потом ты просто писала и к нам больше не возвращалась это время от времени там на личный бренд приходила я была на личном бренде да я к сожалению вот не прошла до конца но вот как раз таки между прочим мне кажется что там вот я очень плотно хорошо выполнила домашнее задание там вот первой части а и они мне вот зародили во мне какое-то вот такое желание когда знаешь тебе вот ты думаешь что тебе нужно чего-то начать что-то сделать что-то вот эти такой там линия у нас по и вот она зародила вот такое знаешь там линия когда нужна искра вот нужно вот вот тут вы тебя заразили предпринимательством или там чем или желанием свой онлайн курс делать ты туда 1 курсов чем бы если не было мысли про онлайн курс возникли вообще так и с появлением акселератор а то есть ты такая значит возникла мысль о том что я должна рассказывать о том что я должна нести о том что вот нужно как бы о том что то что я делаю нужно о том что я знаю нужно с кем-то делиться нужно потому что то с этим нужно делать и это вот она крутилась где-то внутри но вот про онлайн не было вообще никак себя прям знаешь чувствую как я твою так нести вести к внутри твоей головы мы подрубаем такие поймали тебе пора писать потом такие слушают его должна нести людям пользу и там не только наукой заниматься значит а потом такие онлайн-курс наталья да 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 потом появился акселератор до появления акселератора ну там не вслух не в голове не про онлайн-школу не про что вообще и ты приходишь к нам и что интересно ты почему-то вперед потока убежала то есть нас в потоке мы сначала две недели создаем фундамент вернее как фундамент технологический инфраструктурный инрегистрируем и пэй открываем расчетный счет потом что мы там делаем ну изучающая теорию большую карту что тебя побудило уже начинать зарабатывать сразу то есть так бывает так пришлось нет на самом деле да ну так случилось что я в общем то ну там был просто этап выбора эксперта на поскольку я предполагала что я там буду папа пара не мере на начальном этапе я буду сама эксперт сама эксперта у меня не было да и экспертом и продюсером и всем остальным у меня не было никаких ну то есть я не было некий стартовых вложений вообще то есть вот и смотри пока мы там занимались модулем по работе с экспертом там по выбору нишу тебя ниша уже выбрана да у меня не не было возможности искать эксперта то что меня никаких при этом у тебя рассказали уже про то что можно там ты с таймпада начала окей на 2 значит уже раскроем тайну в результате какие у тебя сколько ты заработала за первый месяц то 18 тысяч 118 в прошлый раз я задумал что 93 у тебя значит 118 ну там потому что 30 30 июня был последний 20 тысяч рублей здорово даже 20 сколько 25 круто молодец 118 вложения уже сказала платили тебе на таймпад ну то есть ты все равно все же там там 9 процентов на таймпад до комиссии да ну да но это все это не вложение это уже потом расход здорово так то есть у тебя получается там зарплата за первый месяц твоя лично там ну чистыми около 100 тысяч рублей ты заработала к этому времени ты уже писала статьи у тебя была аудитория где facebook контакте много ли ее было но она она не была большой то есть я писала статьи написала статьи как бы на сайте там где нет возможности там следить за авторами статей вот у меня там был около 500 ну даже наверно около 300 подписчиков в фейсбуке 300 подписчиков или друзей или коммунитет друзей друзей подписчиков не было 300 подписчиков уже хорошо а 300 друзей конечно это уровень знаешь это ну вот не научные люди называют уровень лог а научные говорят наверное перспективный научный деятель младший научный сотрудник самый младший у тебя не было того что ты выходишь и решение и соответственно приходите мне платить 100 тысяч рублей нет 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 хорошо значит и где аудиторию собирала в фейсбуке вконтакте я там подожди как можно собрать сколько у тебя вообще на сто восемнадцать тысяч рублей сколько покупателей было ну там порядка сорока сорок то есть тебя чек там типа две две с половиной тысячи рублей или просто у тебя разные пакеты были там разные были пакеты да даже даже нет ни сорок 30 30 окей вот далеко не каждый человек с вами друзьями может то есть 10 процентов людей вряд ли много у кого купит то есть надеется тем более фейсбук не всем показывает ты просила кого-то там какого-то известного человека репост сделать или ты там там маму папу просил мне на самом деле я думаю что мне просто повезло что у меня тема была как раз такая детская на самом деле на самый первый ну про один про детей про школьные страхи про отношения с детьми про воспитание так далее вот мне перепустила кстати катя самый первый вебинар я думаю что это была такая как сказать жест жалости я знаю что катя тебе еще помогала вебинар составлять одну да 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 то есть когда мне но я знаю что она тебе не помогла в результате то есть у нас ну ты вообще проходишь по программе очевидно невероятно то есть вперед потока убежала денег заработала мы дали формулу свою потому что понимали что нужно помочь формула дважды не сработала и ты сыты забрала свою да я написала кати я говорю причем я мне почему-то было за это очень неловко что у меня не получается ничего потому что первые три вебинара не принесли ничего я написала три они ничего ничего вообще ноль а малюска там было но у здесь был примерно столько же сколько нас следующих порядка 30 до сих приходит на каждый вебинар на вот первые три в то есть ребята готовимся что не всегда может получаться да 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 они просто слушали говорили спасибо и уходили слушали да говорили спасибо и уходили но это были вот такие классические там слушали до конца или сливались до конца нет многие до конца доходили ну то есть практически там никто не с вебинара не уходился слушай но он был такой вот ну классический там предыдущий вебинар с презентацией там слезная история там фотографии с детства и ты три провела дальше ты кати говоришь кать можно я сама не по форму или когда-то я прям кати написала мне почему-то очень не извините пожалуйста можно я отклонюсь попробую по-другому один раз я один раз попробую скажи что ты изменила то есть ты что-то изменила формуле или да что изменило у меня на самом деле у меня в итоге вебинар он на 95 процентов контентный то есть у меня ну вот предыдущие общения что-то что-то изменила я понял ты вообще все изменила и как бы ты раньше сидела ты встала я сидела да я встала я брала презентацию я вместо презентации я прям просто начала жечь терминами людей или чё нет я просто начала вот рассказывать это сделала флипчарты или да 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 мы сделали доску я рассказала рассказывать и доски то есть я видел я я начала рассказывать в том формате в котором я привозила дать ссылку на запись до и по на первый второй вариант чтобы выложили по видео показать что было и как было как стало на вот на четвертом вебинаре сколько было ну так людей это было примерно столько 50 человеком и соответственно они практически все купили получается или ты еще потом 5 то есть ты там трубила раз в неделю даже чаще трудяга да нет вот с первого вебинара вернее вот с 3 4 вебинара который там вот у меня прошел я тогда вот заработала там первые 30 тысяч у меня было вот я поняла что вот эта формула уже как уже работает и соответственно дальше ты начала уже вот по своей личной формуле делать то есть изобретаем личную формулу тестируем понимаем что нету как это для у всех универсального решения то есть у тебя вот чем связываешь почему то работало это не сработало вернее тот то не сработало вот твое сработало мне стало то есть она помимо того что она сработала мне стало очень легко это делать я сейчас я от вебинаров прям удовольствие то есть ты была считала себя связанной а получилось что да то есть когда мне надо было следить за тем что я должна сделать я думала о том что ты отдаешься потоку и у тебя нету там какого-то сценария нет у меня есть план он исключительно контентный план то есть он у меня вот исключительно логически он не не продажный план интересно прикольно то есть ты по сути ну и отдаешься себе просто мы когда с тобой общались я потом только понял что ну то есть я говорю слушай если у тебя этот сработало и у тебя конверсия там 80 процентов на вебинаре представляешь если ты пойдешь если ты пойдешь а ну 30 тысяч рублей то есть а из 50 там 30 человек ну первых там 10 там оплатили у меня около 30 там процентов даже у кати иноземцевой там вебинар четыре с половиной процента конверсия это норма 10 это вообще супер 30 наверно никогда не было но кати иноземцева я не знаю кто красивый лучше поэтому я все никак не доберусь посмотреть но когда вот мы с тобой обсуждали ну слушай а если ты по форуму летает пойдешь то вообще будет ты говоришь да я ходил уже идите в свои форумы я говорю ну блин ну ты возьми и попробуй еще вот в общем получается я пытался ее учить а на самом деле нужно взять посмотреть что же ты все же делаешь как как так получается потому что конверсии ну и у других уже также повторялось что вот там процентов 30 покупала 26 если считать вот по всем вебинарам по новой форме я тебя попрошу посмотреть вебинар разобрать и мы сделаем новую формулу имени Натальи Африкантовой здорово так еще напомню ты значит а вебинары всегда были одни и те же или ты разные ну нет у меня было три темы вот у меня было три темы расскажи чтобы вот хотя бы люди которые смотрят чтобы они посмотрели не только как ты как предприниматель но возможно еще придут тебя у тебя тоже купят нет на самом деле дело в том что у меня было два продукта то есть один продукт у меня он как бы вот родился в голове практически сразу поскольку у меня моя собственная дочь в этом году идет в школу вот я их там все эти знания которые у меня есть и которые я имею я приложила к тому что я дополнительно изучала там все про подготовку ребенку к у ребенка к школе про письмо там чтение память внимание что на самом деле необходимо вообще что-то еще в том числе там для своих собственных да 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 и этот курс это это получился такой вообще объем просто информации контента и того как вот вообще на самом деле работают все эти механизмы чтения и письма вот что я прям вот меня раз разрывал импетрицы он родился одновременно вот сначала это был вот первый продукт который вот я там на первом вебинаре продавала и на первом же вебинаре был но этот продукт для тех у кого дети там вот грубо говоря от 5 до 10 лет вот и на первом же вебинаре лучше учиться условно называется да да как сделать так чтобы у ребенка не было меньше проблем в школе как его как там как организовать его учебу с точки зрения мозга с точки зрения мозга да как на самом деле работает детский мозг в этом возрасте 10 лет да там с 5 до 10 лет вот и что его на самом деле развивает почему там нельзя заставлять ребенка писать кучу прописей потому что это не там ни к какому-то положительному эффекту на самом деле не приводит и так далее вот и я продала этот продукт но люди среди людей которые были на вебинаре были родители у которых были дети другого возраста и они прям вот они писали вот а что вот типа мы еще в школу не идем что да 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 а что нам а вот что можно у вас там вот для нас поскольку у нас возможности есть еще да да и мне ну то есть я сразу взял еще 1 2 да я сделал это все за 1 месяц да я сделала 2 курс который вот про про родительское искусство про отношения с ребенком в любом это вот для любого возраста для родителей у которой дети там от рождения и и до совершеннолетия то есть в целом в целом про отношения к детям ниша такая 5-10 и в целом дети еще соответственно можно сделать там до годика от годика до до пяти до но на самом деле можно делать так можно делить на отдельные углубленные курсы там по развитию памяти по развитию внимания там эмоционального интеллекта творческого интеллекта и так далее то есть там ну как в общем целая школа у тебя получается вот точек роста да может быть много расскажи про план это а вот даже не по плану дожди ну ты сейчас как бы ты продала у тебя 30 человек у тебя сколько из них на продукт 5-10 лет сколько на второй продукт но примерно пополам то есть по 15 человек примерно ну как бы не сложно два продукта сразу тащить да нет а ты их собираешь просто вебинары ведешь что что делать нет у меня есть вебинары у меня есть домашние задания то есть я отправляю людям я там сделала конструктор то есть из тех заданий которые я даю на вот для детей от 50 для родителей у которых дети от 5 до 10 лет это школа развития мета предметных навыков то есть как развивать у детей память и внимание сукциативные функции зрительное восприятие ну да это вот все как долго это все будет длиться у тебя вкусно какой длительности сделан но вообще предполагалось что первый курс будет месяц 2 2 недели но я думаю что в итоге я их оба упакую чтобы они были по две недели каждый еще осталось продержаться там пару пару недель да но я имею чтобы за закрыть первых первых клиентов ну да выполнить обязательства как вообще они сейчас довольны с да конечно сейчас еще я же учусь в школе вот акселераторе да вот нет я обязательно это буду делать хотя бы на там после середины первого курса и соответственно второй раз ты сейчас уже неделю да неделю учиться но еще вот неделю но скажем так меня успокаивает тот факт что есть люди которые после первой недели первого курса купили второй интересно ну соответственно ты там знаешь что нужно там отзывы собирать нпс у тебя какие дальше планы вот следующий месяц ты уже начинаешь продавать или пока хочешь систематизировать что-то доделать или ты прям сразу в бой до миллиона ну да нет я собираюсь продавать уже там следующий месяц вот я буду немножечко там менять продукт с точки зрения их просто компактности вот и разные есть идеи там потому чтобы там объединять делать ежемесячный один вебинар вопросов и ответов для всех курсов вместе скажи не сложно ли быть вот тебе там ты сейчас и там но понятно что пока что ты простыми элементами пользовалась там таймпайд простая вебинарная платформа там ты не делала посадочных страниц цепочек подогрева эти триплаеры дальше ты хочешь быть экспертом и продюсером в одном или все же ты ищешь продюсера и я думаю над этим то есть ты еще пока не решила да понятно окей ребята какие выводы можем сделать во первых форму они конечно работают но не для всех потом еще раз и наталья история подтверждает что можно и без инвестиций получать какие-то уже более-менее существенные деньги и в третьих можно там и не имея аудиторию делать продажи в общем опыт очень интересный будем следить за тобой дальше и будем оттяждать записи твоих вебинаров посмотреть как как оно было значит вебинар который удался мы не всем покажем в первую очередь сами посмотрим этот который не получился просто интересно посмотреть как она была как стала спасибо большое договорились спасибо вам друзья спасибо что досмотрели это видео до конца надеюсь оно было полезно и интересно поставьте пожалуйста ваш лайк сделайте репост расскажите друзьям о том насколько рынка онлайн образования интересен а самое главное помните что и вы можете добиться таких же результатов и вы можете создать свою онлайн школу а для этого подписывайтесь наш канал следите за новостями и знайте что у нас всегда самые лучшие спикеры которые делятся своим опытом искренне и честно и еще здесь под видео есть ссылочка на пошаговый план создания онлайн школ и приглашение на вебинар где мы делимся тонкостями онлайн образования и более четко рассказываем о том какие шаги нужно предпринять чтобы и у вас была своя онлайн школа не приключайтесь подписывайте лайкайте шерти комментируйте будем на связи